всем привет меня зовут снежана и я рада видеть вас на канале bird space сегодня я хочу совместить приятное с полезным и рассказать вам о том как перевозить ваших попугайчиков и не только их также многих домашних животных используя авиаперевозку то есть самолеты это очень сложный вид транспорта в том плане что каждая авиакомпания предъявляет свои правила к авиаперевозке на борту таких пассажиров или же багажном отделении естественно я упомянул некоторые нюансы но к сожалению всего сказать нельзя потому что правила постоянно меняют и вы просили меня показать море я его показываю и пойдемте со мной дальше буду вам рассказывать на этот маленький прекрасный чудо остров можно сказать я летела естественно авиакомпании не хочу даже называть имя все сами знаете смотрите мой инстаграм потому что мне пришлось купить 4 билета чтобы улететь сюда со своей подругой да и давайте же приступим к непосредственно теме видео с вами ехала собачка и естественно собак кошек легче перевозить чем каких-либо экзотов в том числе их легче перевозить по пространству единой страны одной стороны то есть если вы там летаете в пределах россии просто берете форму необходимые образца за несколько дней до вылета проходите все обследования необходимые по образцу уточняете если в аэропорту при прилета отлета ветслужбы когда они работают но когда дело касается дотов опять же все сложнее но давайте именно конкретном примере взлета и посадки что нужно знать некоторые авиакомпании запрещают доставать питомцев после взлета именно моменте взлета и на моменте посадки а некоторые вообще всю дорогу запрещают такие как аэрофлот нельзя вынимать животное из багажа если ваша собака или кошка превышает размер 8 килограмм но опять же нужно уточнить то и необходимо будет сдавать багажное отделение поэтому позаботьтесь об этом заранее также на ветконтроле животных просят достать из переносок и неважно вас попугай или же кошка придется доставать поэтому научите свою птицу скажем так переноски во первых во вторых скорее всего опутинка или же другому приспособлению которое позволит мне улететь и не начать летать по всему самолету ой оговорилась не по самолету а потому помещение потом попросит ее достать это просто великолепный вид и вот вернемся уже к самолету как я сказала с нами летела женщина с собачкой она пронесла свою собачку в салон и сразу достала есть сделать одно замечание она ее посадила да это был момент взлета но как только начали взлетать появился рев моторов собака начала так визжать тут людям страшно тут еще до дикий визг и в общем то она я достала посадила на руки и представьте угол взлета самолет ну где-то так на взгляд я не могу быть верно 45 градусов как вы думаете что случится собачка если она побежит куда-то упадет а что случится с людьми которые на которых она может укусить если вдруг испугается животное чужое вы никогда не знаете как будет себя вести а тут как бы хозяйка вот так вот приближительно к этому относится ей раз делать замечание два делать замечание бортпроводницы и ноль внимания окей уже разрешили отстегиваться уже взлетели мы и получается это хозяйка выпустила собачку на поводке она к девушке которая сидела за нее она не подходила терлась а не а ноги и вы скажите кому нужно чтобы вас пометила собака никому поэтому пожалуйста следите за вашими питомцами на борту большое спасибо и повезло и что место рядом с этой женщиной именно который час собака не была занята она могла стать на переноску а что было бы если бы там сидел человек все были места пробовать проданы чтобы было вот скажите и потом идет уже посадка опять просит поместить эту собачку непосредственно в кабину в кабину переноску она помещает уже опять такой вот угол самолет снижается собака бродит по салону на поводке собака бродит по салону на поводке вы понимаете что она может удушиться если резко самолет там трясанет потому что поводок пограничен как два собака уже под сиденьями нырнула куда-то бортпроводница встегивается идет сообщать знаете у вас собака убежала а эта женщина такая ой ой где где и в общем то она думала что я посадила но похоже не закрыла и собака бегала это чревато последствиями это не то что мы не любим животных это то что нужно обезопасивать и их и себя и людей но мне еще раз досадовал тот факт что бортпроводницы они вернулись к себе мы сидели в четырех сиденьях от конца салона от конца лайнера этого конца салона и они начали сплетничать и так громко что я слышала все то что это женщина что они там мотюкнулись что какая она такая глупая что вот она подошла сделала ей замечание а другие таки она что она не слышала и ха 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 но вы понимаете как это неприятно в общем стюардессы компании на буквочку б пожалуйста ведите себя аккуратнее и ну вы должны статус поддерживать а не издеваться над своими пассажирами если вас не устраивает как они себя ведут на борту вы должны делать все чтобы они изменили свое поведение но никак не издеваться представляете что я это слышал за четыре сиденья от конца а что слышали люди которые сидели рядом с вами там на последних местах так вот перейдем к перевозке более экзотических животных естественно это сложно сразу вам говорю если вашей птице нет паспорт если у вас нет чипа если у вас скажем так птица до этого не обследовалась и вдруг вы обнаружите что в вашем городе нет вообще никаких ветеринарных клиник то шансы улететь практически минимальные стремятся к нулю если это в европу плюс вам нужно сделать не только документы на вылет из вашей страны но и документы необходимые при въезде в другую страну плюс говорится с аэропортом вылета и с аэропортом прилета потому что ветк контроль в аэропортах зарубежных есть не всегда иногда нужен приходящий специалист который допустим иногда даже в тех же той же германии пишут на сайте прямо что ветеринар среда четверг пятница плюс есть некоторые документы которые справки ветеринарной службы которые годны только трое суд поэтому вам нужно все подстыковывать плюс все аэропорты и страны по-разному документы определяют которые необходимы для въезда что вам нужно будет сделать вам нужно конкретно к специалисту который вы будете проходить ветконтроль своей стране обратиться узнать все документы все справки будет ли он на месте в тот момент когда вы будете вылетать и то же самое сделать противоположной стороной узнает какие документы необходимы каком языке какого образца и договориться с специалистом который будет тот момент в аэропорту и лучше сначала все это узнать а потом покупать билеты потому что может быть страшно и желательно распечатать переписку со специалистом зарубежной стороны да можно и с нашим тоже в том числе потому что по прилету в аэропорту не все работают с такими эзотическими животными я оставлю постараюсь найти несколько ссылок как летали другие страны скорее всего вы передумаете улетать птицы но я надеюсь что все-таки нет и вы возьметесь за эту бюрократическую волокиту вот ну и заодно обследуйте свою птицу скорее всего поставят чип потому что без него не всегда пускают во все страны я лично так ни разу с птицей не полетела во-первых мне пока не нужно было во вторых видя насколько это трудоемкий процесс просто пропадает желание с этим связываться но я не исключаю этот факт что и мне когда-либо ведется с таким столкнуться потому что это жизнь жизнь и да такое действительно бывает всегда задумывайтесь о переноске которые вы птицы везете чтобы у нее была вода еда лакомство какое-то чтобы ее успокоить и любите и цените своих животных я надеюсь это видео было для вас полезным подпишитесь и поставьте лайк этому видео мне будет очень приятно и всего вам доброго хорошего дня всем пока